Всем доброго времени суток! С вами Салитмашика, и сегодня у меня для вас новости на 25 число, 7 месяца 23 года. Как вы можете помнить, обновление Эхо Дувири выйдет 27 июля, что уже скоро. Однако нам уже объявили перечень общих улучшений этой обновы, о чём раньше не сообщали. Например, да и решились пересмотреть числа урона, чтобы те стали заметнее. Если взять и ближний бой, то сейчас числа зависят от поражённой части тела противника. При активном геймплее урон буквально пролетает мимо. Теперь же значение урона будет следовать за вами, с некоторым перемещением, учитывая направление атаки. Обновили здесь и шрифт. Другая проблема – это крыты, которые часто заменяются мелким уроном. Есть ограничения на количество отображаемых чисел урона одновременно, и сейчас приоритет у крытов нет. Теперь крыты будут отображаться дольше, чем обычный урон. Пишут ещё, что супер крыты будут иметь больше приоритет, чем обычные крыты. Видимо, речи о крытах с шансом больше 100%. Урон от навыков тоже выглядит блекло, ибо шрифт маленький, и критов не имеется. Теперь же добавят особый цвет для урона способностей. При желании можете перекрасить сами, в настройках интерфейса. Все эти перемены не являются обязательными, можно будет переключаться между текущей моделью и новой. Однако обе модели получат пару общих настроек, типа изменения размера, ибо не будет больше привязки к размеру самого интерфейса. Появятся и переключатели сокращения чисел, если не хотите смотреть на кучу цифр. Консоли получат и числовые разделители, которые на ПК давно имеются. Могут в будущем допилить числа и для прочих алиментов, типа лечения и раздачи энергии. Дальше есть улучшение для сверхзащиты. Она теперь всегда будет давать невосприимчивость к эффектам статусов, вне зависимости от того, как вы эту защиту получили. При истощении сверхзащиты вы получите полсекунды неизвимости, в стиле защиты щита. Обновят и визуальные эффекты сверхзащиты, что будет напоминать металл. Затем есть бафы для статусов. Пронзание теперь будет быстрее ослаблять атаки врагов. Стаки подняли, и теперь их требуется меньше. Однако добавили и новый эффект. Цель получает на 5% большие крит-шансы при поражении стаком Пронзания, с пределом в 25% за 5 стаков. Это прибавляется после модов, и не работает для навыков и урона по площади. Холод тоже подняли. Он добавляет бонусный крит-урон на жертву. Первый стак добавит 10%, остальные по 5%, до 50%, что тоже добавляется после модов. Замедление тоже увеличили до 90%. Чуток подняли и удар. Теперь можно будет шустрее раскрыть цели к добиванию паразоном. Напоследок затронули тему инкарнонов. Новая пачка ожидается на следующей неделе, то есть вторая неделя текущего расписания станет третьей. 30 июля, с недельным сбросом, откроется новый магазин у Кавальера, где можно будет купить все 5 новых адаптеров за платину с ресурсами в придачу. Продавать их будут постоянно. Судя по всему, предела на количество тоже не будет. Пока что называют это экспериментом. Все еще есть у меня сомнения, ибо фарм обычный и излишне растянут, благодаря семинедельному расписанию. Также жаль, что в пачку этих улучшений не додумались ввести настройку инкарнонов прямо в арсенале. Затем можно упомянуть китайских фармил. Оказывается, что им только сейчас добавляют отдельный набор аппарат аксессуаров для покупки. У нас это было доступно с незапамятных времен. Странно, что здесь так долго ждали. И напоследок. Поступила информация от Lotus Brewery про точные шансы дропа повторяемой миссии юбилейных тревог. Статистика игроков оправдалась. Редкие вещи не имеют и 2%. Получается не очень празднично. Видимо, да и боялись, что игроки угробят всю экономику игры фармом чертежей формы. Той же Чемной Звезды до сих пор не видно. Могли бы воспользоваться моментом. Лучше бы сделали награды за определенное количество пройденных миссий, чем так позориться на десятилетии. Однако на этом все. Потому всем всего, всем удачи и всем пока.